Девушки отдыхают Девушки отдыхают И мы видим, что на Руси жить хорошо только чиновникам, олигархам и финансовым спекулянтам А те, кто сегодня работают на фабриках, заводах, в школах, в больницах, они живут плохо А пенсионеры, они живут за чертой бедности Потому что экономика перекошена А справедливая Россия знает, как изменить эту ситуацию Спасибо Патриоты России Дорогие друзья, сегодня страна находится в острой фазе очередного застойного кризиса Власть не может изменить положение дел Поэтому срочно патриоты России предложили стране план развития Определив там и стратегию будущего, и механизмы решения острых социально-экономических проблем Мы предложили и создали народное правительство, которое может сделать этот план И своими практическими делами мы доказали, что мы можем решать многие задачи в интересах наших граждан Спасибо Гражданская платформа Сегодня Россию проверяют на экономический суверенитет И вопрос о том, сможем ли мы преодолеть экономический кризис, зависит прежде всего от того Сможем ли мы расстаться с псевдолиберальными мифами В результате чьих проектов мы сегодня и получили такую экономику Поэтому задача гражданской платформы, прежде всего, выгнать псевдолибералов из правительства И создать экономику, независимую от доллара, со сильной финансовой системой, с сильной промышленностью, прежде всего Спасибо Партия Роста Стране нужна стратегия роста Программа экономического развития не за счет выхода из кризиса Не за счет урезания пенсии и зарплат Не за счет удушения малого бизнеса и инвестиций А наоборот, рост экономики на основе роста доходов всех граждан Выполняя поручения президента, партия Роста разрабатывает такую стратегию Именно она станет альтернативой правительственной политики Спасибо Парнас, пожалуйста Здравствуйте Парнас номер 8 Моя фамилия Мальц Все националисты, которые у нас есть, либералы, сегодня объединились на площадке Парнаса С единственной целью объявить импичмент Путина В случае нашей победы на выборах Это наша главная цель Поэтому каждый голос за парнас – это голос против Путина Наш номер 8 Запомните Голос против Путина Спасибо Партия Яблоко, пожалуйста Я Григорий Явлинский Яблоко Я доктор экономических наук Работаю депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга Я буду сегодня говорить о том, как сделать так, чтобы не росли цены И чтобы росли доходы Сегодня самый главный рецепт – не врать и не воровать Он простой и понятный Ни президент, ни правительство справиться с этим не могут Спасибо Мы коротко выслушали основные слова Сейчас переходим непосредственно к дебатам Итак, я напоминаю, что тема, ради чего мы здесь сегодня собрались – это экономика Я думаю, что зрители интересуют ответ на два главных вопроса – что и как Я предлагаю, опять же, начать со справедливой России, пожалуйста Ваши четыре минуты Теперь к вопросу о том, где взять деньги для народа Первое, что предлагает справедливая Россия – ввести прогрессивную шкалу налогообложения Ну, когда у нас учитель в школе, получающий 15 тысяч рублей И менеджер в госкорпорации, получающий миллион рублей в месяц Платят одинаково подоходный налог – 13% Где справедливость? Нет справедливости И мы говорим Если ты получаешь 20 тысяч рублей Вообще не надо платить подоходного налога Потому что это не доход, это пособие А если вы свыше получаете, пожалуйста, 13% подоходного налога А если вы получаете 200 тысяч рублей в месяц или миллион Платите уже 25-30%, как сегодня в любой развитой европейской стране Это первое предложение даст нашему бюджету полтора триллиона рублей в год Второе предложение Отменить льготы сырьевым компаниям, которые сегодня вывозят руду, нефть, газ, все за границу Вывозят сырьем И они почему-то имеют льготу по НДС Им идет возврат НДС Отмена этой льготы дает бюджету еще полтора, а то и 1,7 триллиона рублей в бюджет Следующее предложение справедливой России Введение монополии на производство и оборот этилового спирта И мы получаем сразу 600 миллиардов дохода по году 600 миллиардов рублей И 30 тысяч спасенных жизней Которые сегодня умирают в год от суррогатного этилового спирта Следующее предложение справедливой России Навести порядок в таможне И это даст, мы посчитали, 2,2 триллиона рублей по году Слава Богу, справедливая Россия стала наводить сегодня порядок И мы сняли руководителя российской таможенной службы Вот мы называем справедливой Россией Вам цифры, это по нашему требованию Рабочая группа, послушайте меня Рабочая группа по инициативе Сергея Миронова и справедливой России В 2014 году выявила эти цифры Так вот, в результате этих экономических предложений Мы получаем средства, страна Для повышения заработных плат Для повышения пенсий А то у нас сегодня правительство России говорит Нет денег пенсионерам Выпадающих 2 триллиона рублей доходов Надо поднять пенсионный возраст До 65 лет А я вам хочу напомнить Что у меня на Урале Мужчины живут в среднем до 63 Так вот, справедливая Россия Показывает вам, где сегодня взять деньги Для того, чтобы Выплатить пенсии Как положено было по закону Два раза в год индексацию И самое главное До уровня инфляции Если у нас жизнь подорожала на 16% в прошлом году То индексация пенсии должна быть на 16% в этом году Чего не происходит по инициативе партии власти Которая под Новый год в 2015 году отменила эти нормы закона Так, друзья, теперь самое главное Вы должны понять Повышение доходов в обществе Это не просто социальная задача Это экономическая задача Если нет потребительского спроса Высокого потребительского спроса Внутри страны Тогда наши производства не могут Наши предприятия не будут ничего производить У них никто не покупает Сегодня рабочие Пенсионеры стали есть в два раза меньше Вот откуда сегодня Стагнация в экономике И мы говорим, друзья Еще раз Высокие зарплаты Драйвер экономического развития И дешевые кредиты для наших предприятий и бизнесов Короткий вопрос У вас еще 20 секунд Откуда брать эти деньги? Я же вам сказал От отмены льгот От повышения прогрессивной шкалы Налогообложения От введения еще налога на роскошь Надо обезжирить олигархов И будут деньги сегодня для экономической страны Спасибо Патриоты России Господин Семегин, пожалуйста Дорогие друзья Мы считаем, что главная цель развития экономики России сегодня Это, конечно, уровень и качество жизни Каждого человека И его семьи Это является главным Экономика для человека А не человек для экономики Поэтому вот этот главный стратегический ориентир Это первая позиция партии патриотов России Второе Возникает серьезный вопрос Мы какую задачу ставим по развитию страны в целом? Первой страной в мире быть? Или пятой, шестой экономикой, как сегодня вещает правительство? Китай поставил задачу и становится первой экономикой На наш взгляд, задача сегодня стоит, чтобы Россия стала страной номер один в мире Путь к этой стране Путь к этой цели Это российский национальный прорыв Есть два варианта Либо болотное застойное движение, как сейчас Либо мощный рывок Российский национальный прорыв Который даст возможность мощно развиваться стране И сразу возникает конкретный момент Что делать буквально завтра, после 18 сентября? Первое План действий в стране должен лежать на столе у каждого гражданина И самое главное у правительства, у которого на сегодняшний день этого плана нет Второй момент Это замена всех непрофессиональных кадров в стране На всех уровнях государственной власти и управления И во всех регионах Новая система оценки деятельности всех органов власти И новая система управления Четвертое Крайне важный момент Это развитие регионов 78 из 85 дотационно убыточные 60-70% денег уходят в Москву Регион практически каждый обесточен Наш принцип Бюджетное распределение 50 на 50 И теперь подойдя ближе к человеку Должен сказать так Что на первом месте конечно стоят доходы За счет мощного рывка развития экономики Мы считаем можно повысить доходы И чтобы личный и семейный бюджет каждой семьи И каждого человека стал ориентиром для всей экономической политики Стабилизация цен Не путем искусственного сдерживания денежной массы Когда у народа нет денег А либералы считают Что денег нет Товары покупать не сможем И товары начнут падать в цене На наш взгляд прежде всего Чтобы стабилизировать цены Резкое развитие производства товаров и услуг Второе Мощная конкуренция Третье Это Сделать так Чтобы максимально заместить Импорт Который привязан к доллару Умножаем на рубли Цены здесь искусственно не остановить И конечно определенные ограничения В том числе и в торговых сетях Крайне важный момент это тарифы Чтобы решить эту проблему Первым делом нужно навести порядок В государственных и частно олигархических монополиях Именно они первично определяют цены в стране Именно они влияют на формирование кадров Именно они влияют на экономическую политику И когда мы смотрим Как там воруются миллиарды долларов Или эффективно не используются А цена за тарифы огромна Мы понимаем Что порядок наводить надо там Именно в первую очередь Потом нужно инвестировать в оборудование и сети Мы на 40% теплом топим воздух Вот эти моменты дают возможность Снизить тарифы И как минимум стабилизировать их 30 секунд Конечно Важный момент Держать налоги на уровне Не дать повысить налоги Сейчас налог на имущество Не дать возможность По кадастру оценивать Землю, которая выше рыночной цены И конечно нужно остановить капремонт Это реформа ограбления 21 века С элементами МММ Остановить капремонт? Остановить реформу капремонт Остановить реформу капремонт Реформу капремонт Гражданская платформа Господин Шахудинов, пожалуйста Как я уже говорил Мы живем в реализованном проекте либералов Реализованном чем? Тем, что мы получили в 90-е Практически полный развал экономики Мы Если послушать то, что раньше говорили либералы И вспомнить, что они нам говорили Они говорили, давайте перестанем кормить Союзные республики Вот мы их перестали Получили Украину, Грузию и так далее Давайте перестанем гонку вооружений делать И ВПК Закроем И нефтяных денег нам хватит на все На то, чтобы жить спокойно Вот мы это получили Мы получили этот проект Теперь эти либералы Нам опять возвращаются И кто эти либералы? Кто они делали? Вот они здесь стоят Это тот же Явлинский Та же Оксана Генриховна Дмитриева Они теперь по новой говорят нам Мы опять страну к чему-то выявили Вы уже реализовали этот проект Мы в нем уже живем Вы практически, обещая нам То, что будет приватизация Приватизация получили Что? Гигантское количество Собственников нам обещали А получили мы что? Кучку олигархов Которые правят страной Правят экономикой Мы нам обещали Вот Явлинский конкретно нам обещал Что согласие на шанс Они разрабатывали вместе с Гарвардским университетом На то, что мы включимся И интегрируемся в мировую экономику 40% Советский Союз Был от мирового ВВП Сегодня меньше 2% Вот так нас интегрировали Мы отдали практически все свои рынки И поэтому сегодня стоит вопрос о том Чтобы возвращать эти рынки Для того, чтобы договариваться Вот Третье Финансовая система Нам говорили о том, что мы создадим Новую финансовую систему И теперь Бреттенбургские соглашения И доллар будет нашим всем Ну да, мы полной зависимости Теперь от доллара Карточные системы у нас Мастеркард и виза Кто получает прибыль? Иностранные государства Поэтому нам надо возвращаться К тому, чтобы выгнать Расстаться с этими либералами Из правительства их выгнать Поэтому мы за отставку Правительства экономического блока Прежде всего И эта работа уже начата Я так понимаю Наконец-то Принято решение По министру образования И так далее Вот Это первое Второе Нужно вернуться к вопросу Об индустриализации Нам нужна новая промышленность Потому что экономический суверенитет Мы можем подтвердить только одним Новой промышленностью Нам нужно В связи с этим Нужна своя финансовая система А поэтому придется делать Эмиссию Финансовую Для того, чтобы это не разгоняло Инфляцию Конечно, нам надо будет ввести В стопроцентную выкуп Экспортной выручки Надо будет Импортерам продавать Эту экспортную выручку По фиксированной Ставке Для того, чтобы не разгонять Инфляцию надо проводить не через банки Потому что за счет приватизации Мы получили спекулятивную экономику И для того, чтобы в страну пришли Длинные деньги Нам нужны свои деньги Не надо рассчитывать на западные деньги Поэтому Нам нужна эмиссия Которая приведет к тому Что мы сделаем индустриализацию Сделаем свою финансовую систему И запустим Новую промышленность Какие нам нужны Приоритеты промышленности Конечно, нам нужно В разы ускорить скорость Передвижения наших грузов Тогда наш Транссиб задышит Тогда та магистраль, которую сделал Китай Казахстан до Ирана До Индийского океана Он свольется и в нашу систему Тогда грузы заработают Нам нужна хорда Которая соединяет Хельсинки Тоже с Индийским океаном И вливается Тогда мы будем Транспортные деньги Тогда заработают гораздо лучше Нежели экономика Нефтяная И экономика Зависимости от нефтяной иглы Я считаю, что вот здесь сказали Путина в отставку Там призывают и так далее Но это полный бред Потому что Нельзя Сбороться Спасибо Спасибо, ваше время истекло Мы сейчас прерываемся На политическую рекламу После этого вернемся Мы продолжаем Предвыборные дебаты На канале Россия Напоминаю Говорим об экономике Время сейчас Квартии роста В стране не только экономический кризис Но и социальный застой Люди не видят перспективы Заблокированы социальные лифты Мы Команда профессионалов Которая вышла из справедливой России Все эти последние годы Разрабатывала альтернативу Альтернативные бюджеты Альтернативные программы Антикризисные Этим же Этим же Простите Не ведите себя Как моська Которая лает на слонов А, вы слон Именно аналогичным путем Двигался и Столыпинский клуб Под руководством Бориса Титова Мы объединили Наши усилия Наша стратегия роста Категорически против Пресловутой Макроэкономической стабилизации Алексея Курдрина И правительства Когда Борьба с инфляцией Осуществляется за счет Замораживания Зарплаты пенсии И за счет Отправки Всех денег За рубеж Через стабилизационный фонд Наша стратегия роста Следующая Семь пунктов И потом восьмой Откуда взять На это деньги Первое Стимулировать Платежеспособный Спрос населения Индексировать Зарплаты и пенсии А не замораживать Как это делает правительство Второе Снижать налоги А не повышать их Как это делает правительство Отменить налоговый маневр Мораторий на систему Платон Как налог с большегрузов Мораторий на любые налоги С населения И взносы Как капремонт И налог на взимание на квартиры От кадастровой стоимости Ни в коем случае Нельзя повышать налоги На производство На реальную экономику Как предлагает справедливая Россия Наоборот Нужно снижать налоги На малый бизнес Снижать налоги На инновации Снижать налоги На инвестиции Снижать налоги На создание рабочих мест Третье Кредитное стимулирование экономики Дешевые кредиты За счет снижения Ключевой ставки ЦБ За счет ограничения Банковской маржи Банки разжирели Такой банковской маржи Нет ни в одной стране мира И за счет прямых кредитных линий Чтобы деньги доходили До реальной экономики Четвертое Увеличить расходы на образование Здравоохранение и науку Реальные расходы на здравоохранение Составляют половину От того, что было в 2012 году А реальные расходы на образование Снизились на треть При таком финансировании Инновационных отраслей Это инновационные отрасли Никаком переходе к экономике знаний Не может быть речи Шестое Борьба с инфляцией Не через замораживание Пенсии и зарплат А наоборот За счет замораживания Тарифов на ЖКХ И естественные монополии Наконец, шестое Стимулирование государственным заказом Сейчас государственный заказ Это не стимул А коррупционный тормоз Экономического роста Нужно перейти К долгосрочным Государственным контрактам Стабилизированным по ценам и срокам Где взять деньги? Прекратить подкормку банков Свернуть финансовые аферы И прекратить отправку денег За границу через стафон У вас еще 15 секунд Как это сделать? И только Я вам уже сказала И только наша команда профессионалов И политическая воля Может этот план реализовать Спасибо Парнас, пожалуйста Я не из московской тусовки Поэтому я не знаю, что это за мужчина Который изволил мои слова назвать бредом По поводу импичмента Путину Ну, получается, ситуация такая Как всегда То есть Виноваты бояре Они плохие А царь замечательный Вот если царь не знает Что творится в стране То такого царя надо в дурдом сажать Если он знает И мешает этому И не мешает этому Его надо сажать в тюрьму Если знает И что получили И способствует этому На колу надо сажать таких царей Понимаете? Что происходит сейчас? Ну, было Ну, было Ну, было Ну, было Дважды уже вступали в эту революцию Замолчите Я вас не перебивал Мог бы перебивать Но не перебивал У нас же дебаты Не надо Какие дебаты? Я вас не перебивал Давайте дадим право высказаться У нас есть возможность Сейчас вы видите Вот реально Что существует только две партии Вот кто здесь сейчас в зале Вот здесь На трибуне против Путина Поднимите руки Мы Мы против Путина То есть это реальные люди Видите? Две партии всего Партии за Путина И партия против Путина Других партий нет Есть парня, с которой Против Путина И есть партии, которые за Путина Что такое экономика в России сейчас? Вот нам рассказывают про экономику Его как надо 6, 18, 26 пунктов Вся экономика России И это воля Путина Да, его настроение У него хорошее настроение У нас плохая экономика У него плохое настроение У нас очень плохая экономика Вот очень бы не хотелось Чтобы в великой стране Экономика И не только экономика Но и политика Зависела от одного человека Один человек что делает? Один человек втравливает нас В войну с братским народом Потом втравливает нас В войну с суннитами Тысячелетняя война Между шиитами и суннитами Мы влезли в войну с суннитами И это тоже экономика А теперь нас втравливают В войну с сороками народом С курдами И вы сейчас это увидите Мы это видим уже И все нормально Опять виноваты бояре А царь хороший С экономикой это что? Да, посмотрите что происходит Ну такой наш Наверное рок-н-ролл Российский Иван Сусанин Поляков завел Неизвестно куда И потопил Я напоминаю У нас в экономике есть Налоги Есть тарифы Я понимаю Матвей Кузьми Завел немцев А Путин завел Русских сейчас Путин завел Как раз мы хотим Спасти Россию От революции Мы как раз хотим Вот здесь Демушкин Например присутствует В зале Мы объединились С единственной целью Спасти Россию От революции Кровавой Кровавой Да и призывая К нормальной революции Которой конституционным путем Конституционным путем Которой путем Импичмента Может случиться Отстранить от власти Тот главный тормоз Который мешает Нашей экономике Который мешает Нашей политике У вас в программе Экономической написано Не только о том Что вы не любите Путина Или любите Путина Я свою точку зрения Высказываю Я знаю что написано В программе Я вышел Высказываю свою точку зрения Зрители не знают Что написано Чтобы отменить Платон Например Вот здесь говорят Отменить Платон Чтобы отменить Платон Надо отменить Путина 30 секунд Чтобы... 30 секунд, да. Мы слышали, как миллион путинский сказал, денег нет, денег нет, но вы держитесь. Это вот как раз экономика. Наш лозунг – жить, а не держаться. Жить, а не держаться. Не ждать, а готовиться. Вот наш лозунг. Спасибо, у вас еще 5 секунд. Номер 8, Парнас. А в том, что такие фантазеры, тоже Путин виноват. Я-то правильно понимаю? Время партии – яблоко. Ну, как видите, друзья, здесь уже все сказали, все программы высказали, поменяли правительство, отстранили президента. Вроде бы говорить больше не о чем, но нам кажется, что самыми главными проблемами сегодня является то, что цены растут. А вторая главная проблема с ней связана, это проблема, связанная с тем, что доходы не растут, они падают. Это действительно две самые главные проблемы, которые касаются каждого. Я всю жизнь занимаюсь экономикой. Могу сказать вам, что в российской экономической системе огромное количество серьезнейших, тяжелых проблем. Но сейчас я пришел к вам с тем, чтобы сказать, что мы считаем, я считаю сейчас самым главным, решить конкретные вопросы. А именно, прекратить рост цен в тех масштабах, в которых он происходит. Потому что многие мои избиратели очень жалуются на бесконечный рост цен. Что для этого нужно сделать? Разработан специальный пакет законов. Это все, что связано с реальными и мощными антимонопольными, антикартельными мерами. Потому что сговор торговых сетей, сговор производителей с посредниками, именно это приводит к росту цен. И это нужно контролировать и прозрачно контролировать. Здесь же я хочу сказать, никто же этого не хочет говорить почему-то. Почему они не хотят говорить? Странное дело. Надо отменить уничтожение продуктов. Вы вот знаете, например, что за последние полтора года уничтожили 7,5 тысяч тонн продуктов. Вот я посчитал, этого достаточно, чтобы накормить месяц 110-тысячный город жителей. Ну, это как Обнинск, Елец, Арзамас, Камышин, например. Еще я хочу сказать о тарифах. Безумно быстро растут тарифы. Для этого мы подготовили закон о совершенствовании теплоснабжения в России. Это проблема всей России. За 4 минуты мне трудно рассказать вам все, что сделано. Но это конкретные меры. И дальше большой блок того, что нужно сделать для повышения доходов. Это развитие внутреннего спроса, прежде всего. Это все то, что необходимо сделать для того, чтобы создать стимулы, чтобы частные деньги пошли в экономику. Это все то, что необходимо сделать, чтобы удешевить кредит. Установить прозрачные правила, одинаковые для всех. Сделать так, чтобы ни один бизнесмен не думал, что у него могут все отобрать, что он сделал еще вчера. Ведь нет же правил и нет прав у людей в России. Вот надо уважать людей, защищать эти общие, одинаковые для всех правила. Вы прекрасно знаете, что не выполняются ни такие указы, ни майские, ни апрельские, никакие. И законы не выполняются. Вы знаете это. Значит, власть и политику надо менять. Голосуйте. Приходите. И мы поменяем власть вместе. У вас 15 секунд. Вы... А, у меня еще есть? Да, вы говорили о стимулировании внутреннего спроса. Здесь ничего не видно. Хотел спросить, как стимулировать внутренний спрос. 5 секунд. Ну, например, раздать землю, чтобы люди строили жилье. Раздать землю. Замечательно. Мы уходим на политическую рекламу. После нее коротко вернемся. Мы переходим к заключительной части наших дебатов. Заключительное слово. Начинаем со справедливой России. Пожалуйста, 30 секунд. Справедливая Россия, она не говорит, она делает. Еще в феврале месяца этого года мы начали проводить акцию «Делай или уходи» направленную правительству Российской Федерации, либеральному правительству. Мы сказали, вы или делаете, или уходите. Испугалось правительство. Стало делать. Уволили, наконец-то, Ливанова. И заговорили о второй индексации пенсии. Так вот, главное, если мы хотим построить справедливое общество, справедливую экономику, тогда голосуйте за справедливую Россию. Патриот России, пожалуйста. Дорогие друзья, я хотел бы обратиться к вам не как политик, а как гражданин. Я знаю, что вы почти никому и ни во что уже не верите. Но если вы придете на выборы и поголосуете за одних и тех же, как всегда, или вообще не пойдете на выборы, то хорошего будущего нам не видать. Ваше решение кардинально сменить депутатов Государственной Думы – вот единственный путь к переменам. Мы вместе сильнее власти. Партия Патриота России всегда с вами. Гражданская платформа, пожалуйста. Гражданская платформа – партия, объединяющая кормильцев семей. Тех, кто устал от обмана так называемых либералов, которые говорят нам про рост, а на самом деле их лидер идеологических Акомада призывает к тому, чтобы аннексированный Крым, за него надо рассчитаться. Она устала от того, что нам обещали приватизацию, а в результате мы получили что? Мы получили полную деградацию нашей промышленности. Поэтому не дайте себя обмануть. Присоединяйтесь к партии «Гражданская платформа». Партия Роста, пожалуйста. Ну, по-моему, я мало похожа на Ирину Хакамаду. Партия Роста предлагает стратегию экономического роста, создание миллиона рабочих мест, доступное жилье и рост доходов для всех. Только просчитанная, продуманная программа, которую могут осуществить только профессионалы, выведет страну из кризиса. Голосуйте за людей дела. Голосуйте за профессионалов. Спасибо. Парнас. Я обращаюсь к тем, кто решил голосовать против всех. Не надо этого делать. Голосуйте за Парнас. Против всех у нас только Вова. Поэтому я думаю, что это очень будет хорошая альтернатива. И, наверное, единственная альтернатива, потому что партий только две. Поэтому смотрите канал «Артподготовка» на Ютубе. Плохие новости я веду. Голосуйте за Парнас номер восемь. Каждый голос за Парнас – это голос против Путина. Спасибо. Яблоко. Сегодня говорим об экономике. Четыре минуты – большое время. Успею только сказать вам. Деньги в России есть. В России можно построить сильную современную экономику. Надо перестать врать и воровать. И будет отличная экономика. Голосуйте за Яблоко. Приходите на выборы. Это будет честно. И это будет уважение к себе. Голосуйте за себя. За себя голосуйте. Не за нас, а за себя. Чья программа лучше решать вам уже совсем скоро. Мы с вами прощаемся до завтра. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ,- . АПЛОДИСМЕНТЫ